Как себя вести дальше обсуждали и на встрече российских послов с президентом. Причем не только с Турцией. За последний год все смешалось в Европейском доме. События идут уже каким-то совершенно удивительным чередом. Ведь всего год назад рассуждали, что будет, если попавшие в кризис Греция или Кипр выйдут из ЕС. Как Брюссель их уговаривал и успокаивал, но они-то остались, а на выход собралась Британия. И ее ЕС только в спину не выталкивает. Ну и идите. Меняются на глазах правила игры, в которой Россия сейчас, по словам президента, занимает наблюдательную позицию. Европейцам сейчас, конечно, непросто. Мы все видим это, понимаем, что там происходит. Итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС зашатали рынки. Однако, думаю, что в среднесрочной перспективе все, безусловно, восстановится. Хотел бы вновь акцентировать, что так называемый Brexit – это выбор подданных Великобритании. И мы никак в этот процесс не вмешивались и не вмешиваемся. Но намерены, конечно, внимательно следить за тем, как далеко пойдут переговоры между Лондоном и Брюсселем. И каковы будут последствия для всей Европы, для нас. Ясно, что травматический эффект от результатов референдума будет ощущаться довольно продолжительное время. Ну и посмотрим, как принципы демократии у них там реализуются в практическом плане. Принципы демократии – то, что сейчас совершенно, наверное, того не подразумевая, проверяют на прочность британцев. Ведь в Британии демократия – это то, во что верят свято, что является краеугольным камнем идеологии всей нации. И поэтому, наверное, для самой Британии стало шоком, что вдруг эти принципы демократии могут саму Великобританию и похоронить. Вдруг совершенно демократическое решение «не хотим быть в ЕС» вызвало волну. Ну, Шотландия не хочет быть с Англией, а хочет быть с Евросоюзом. Испания не хочет больше терпеть границу под боком и хотела бы демократически получить британскую территорию Гибралтар. Республика Ирландия заявила, что ее исторические связи с Северной Ирландией – национальный интерес и давайте воссоединимся. Все годами зревшие проблемы и веками накапливавшие недовольство прорвались. А ведь пройдут референдумы и с волеизъявлением народа спорить не будешь, надо принимать. Мой коллега Юрий Липатов размышлял, что со старушкой Европы будет, что за шекспировские страсти. Вот это выступление канцлера Германии после Брекзита вызвало резонанс, из которого родился политический анекдот. Дословно Меркель говорит, мы должны уважать выборы Великобритании, люди вправе определять свою судьбу. Правда, переспросили в Донбассе? Да ну, удивились Крыму. То, что провозглашалось как железобетонный стандарт Евросоюза в вопросах права людей на выбор своей судьбы, к этому моменту применяется в основном только к тем, кто живет на пространствах бывшего Советского Союза. Это кредо в 2015 году ярко сформулировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Не может быть демократического выбора, противоречащего европейским договорам. То есть выбирать следовало только из предложенного брюссельскими чиновниками. Любой другой выбор этими же чиновниками демократичным считаться не мог. И не считался. Добрые экзиты во всяком случае. Англичане, воспитанные на драмах Шекспира, эффектно разорвали шаблон. Заявления по поводу референдума со стороны Юнкера, Туска и других деятелей возымели обратный эффект. У нас этих людей никто не знает. Никто из нас определенно за них не голосовал. И при этом они имеют такую власть и такое влияние на нашу жизнь. И вот эти люди начали выступать с предостережениями. Это день независимости. Мы отвоевали страну. Референдумы теперь потребуют датчане, финны, шведы, голландцы, французы. В Испании также пройдет голосование. Итальянцы намереваются на референдуме решить, стоит ли им оставаться в еврозоне. Таким образом, мы имеем дело не только с выходом Великобритании из ЕС. Мы вытащили первый кирпич из стены. Теперь вся конструкция начнет рушиться. Мы все сможем вернуться к тому, что у нас было раньше. Взаимной торговли, сотрудничеству, дружбе. Именно таким должен быть в путь в будущее, а не это склеротичное, недемократическое чудовище. Британские евроскептики вспомнили пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь». В тот ее эпизод, когда, одурманенная зельем царица эльфов и фей, Китания влюбилась в ремесленника с ослиной головой. Потом дурман прошел, и ослиная голова, буслая объекта любви, навела ее на вопрос. Отчего это я, собственно? EBC, британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация на своем сайте, немедленно пересказала классику, только под названием «Кошмар в летнюю ночь». В завязке мужчина благородной наружности, который хочет как лучше. Он произносит монолог. Вы снова недовольны. Вы хотите все проиграть опять? Не выйдет, не позволю. Я хочу навеки вечные покончить с распри. И вам я назначаю референдум. Народ мы спросим, и народ ответит. Ну ладно бы англичане, они почти всегда скептики и всегда саркастичны. Француз Бернар Леви, которого принято считать практикующим философом неолиберализма в его радикальной проамериканской версии, исполнил в прессе монолог прочувствованного трагизма. Я считаю, что наш грех состоит в отсутствии воли и в избыточном доверии к невидимой руке истории, которая отвела бы нас прямо потихоньку, без усилий к европейской иллюзии. Я убежден, что только огромный рывок вперед в направлении Союза вытащит нас из рутины. Однако на данный момент это недоказуемо. На этот раз мы бредем без компаса. Фраза «бредем без компаса» и сомнения в том, что невидимая рука истории вообще заслуживает доверия, это признание в крахе собственного мировоззрения, вполне сравнимое по болезненности с муками короля Лира. Что же будет дальше? Это вопрос уже после оплакивания самооценки неолибералов, выстраивавших существующую систему международных отношений. Эксперты Stratfor, американской частной разведывательно-аналитической компании, которую иногда называют теневым ЦРУ, отвечая на этот вопрос, обошлись без заломленных рук и трагических признаний. Просто константация. Недавний опрос показал, что во Франции только 38% людей до сих пор имеют хорошее мнение относительно Европейского Союза. Это даже на 6% меньше, чем в Великобритании. Средиземноморские страны, такие как Греция, Италия и Испания, возмущают чрезмерную строгость, с которой реализуется немецкое руководство в ЕС. В Восточной Европе националистические группы ввинят Евросоюз в насаждении космополитических ценностей, таких как однополые браты, и в разрушении национальных традиций, связанных с церковью и с ролью государства. В более широком смысле, если обобщить, то все это недовольство – реакция на появление прослойки, управляющей аристократией неких самозваных экспертов, из-за чего появилась антипатия к политическим элитам, международным монополиям и скорости предложенных глобальных изменений. Подсчеты, кто сколько потеряет и кто сколько выиграет в деньгах после Брекзита – вторичные. Куда важнее, что в общественном сознании закрепился тезис – неизбежность победы евроинтеграции есть не более чем миф. Это просто локальная версия теории глобализма, которая провалилась и в Европе тоже. В европейской прессе популярны заголовки про буревестников распада и про призраков референдумов, которые уже даже как-то нагловато бродят по Европе. Не пуганные потому что. Может случиться так, что аналогичные референдумы начнут проводить у себя многие другие страны ЕС. Почему бы и нет? Возможно даже, что многие из них последуют, к примеру, Британия, и мы будем наблюдать принцип домино в действии. Мы не знаем, какое будущее ждет Европейский Союз, но определенно можно сказать, что ему требуется реформа. Европа больше не может функционировать так же, как и раньше. Нельзя стоять на трех ногах в Европарламенте, Еврокомиссии и Советах. На мой взгляд, Еврокомиссию нужно распустить. Она напоминает мне союзническое военное правительство оккупированных территорий, которое США пыталось устроить во Франции в 1944 году, и против которого боролся Шарль де Гольф. Так что это хорошая новость. Теперь мы должны создать новую Европу, которая будет единой от Атлантики до Урала. Россия должна по-настоящему стать частью Европы. Есть мнение, что Евросоюз может спасти то, что называют разноуровневая интеграция. То есть кто-то дружит крепче, а кто-то так себе приблизительно дружит. Некоторые хотели бы, чтобы настал эффект домино, но настанет другой эффект. В этом я глубоко уверен. Германия вернет европейскую интеграцию к основным шести государствам, которые были в начале. Это страны Бенилюкса, Франция, Германия и Италия. Остальным же странам ЕС, небольшим или среднего размера, чья экономика целиком зависит от большой шестерки, при таком раскладе придется официально признать неравноправие. Принципы Союза это открытые внутренние границы, открытая экономика. А это значит, что помогать своей промышленности, сельскому хозяйству, противодействовать незаконной миграции, этнической преступности и даже международному терроризму самостоятельно нельзя. На это национальные власти должны спрашивать разрешения и запрашивать инструкции. Насколько эффективно работает эта схема сейчас, все прекрасно видят. После Брекзита уже сложно понять даже, кто такие, собственно, евроскептики. Те, кто призывает к радикальным реформам Евросоюза, но они уж точно не скептики, если надеются на сохранение ЕС. В этом смысле показательная ситуация в Чехии. После британского референдума президент Милош Земланд допустил подобное и в своей стране, сказав, цитата, «Я сделаю все, чтобы сторонники выхода могли провести референдум и высказать свое мнение». То же самое касается и выхода из НАТО. При этом оговорил, что лично он считает, что выходить не нужно. Но раз уж демократия, то голосовать, да, можно. В соседней Словакии за выход из ЕС ратуют националисты, сделавшие ставку на борьбу с мигрантами. Рядом в Австрии предстоит теперь переголосование по выборам президента и снова фаворитом будет Норберт Хофер, который за секторальный запрет на миграцию, что прямо противоречит политике теперь уж точно единственного главного босса Евросоюза Германии. А еще поджоги центров для мигрантов в Скандинавии и мощные антимигрантские шествия в Польше. Можно называть этих людей нетолерантными, мягко говоря. Но кроме предполагаемой ксенофобии в их действиях читается декларация «Мы хотим сами влиять на принятие решений о собственной жизни». И вот в этом ключе европейцы теперь заговорили и об Украине, и о Крыме, о референдуме по его воссоединению с Россией. Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что большинство жителей Крыма всегда бы голосовало за то, чтобы вернуться назад в Россию. Можно говорить чисто гипотетически о том, что было бы, если бы была другая атмосфера в Крыму во время голосования. Сколько там было? 98%? Ну хорошо, если бы была другая ситуация, было бы, к примеру, 75%. Меня это в принципе не удивило. Собственно, именно под очевидно сомнительным, особенно уже теперь, лозунгом несокрушимой и легендарной евроинтеграции был организован госпереворот на Украине. Мифическая угроза со стороны России европейским странам – это банальнейшее пропагандистское клише для формирования образа внешнего врага, в противостоянии с которым надо сплотиться, вопреки тому, что сплачиваться в ущерб себе в обычном нормальном состоянии ума никому не хочется. Результаты же британского референдума показали, что даже мощнейший пропагандистский ресурс имеет границы своего влияния. Стратегически нам это скорее выгодно. Скорее, потому что это будет тянуть, ну, Европу к России, возобновлять, восстанавливать сотрудничество, экономическое сотрудничество. Но вот радоваться этому, конечно, нельзя, потому что риск распада Евросоюза остается, и он увеличился. Если Евросоюз будет распадаться, нам это ведь не выгодно. Нам не интересна слабая распавшаяся Европа. Нам интересен сильный, надежный, долгосрочный партнер. Британцы шутят. Им жаль, что Шекспир не дожил до Брекзита, что он от зависти к драматургам современного поколения, возможно, переворачивается в гробу. Уж очень ярко проявились человеческие архетипы, точнее, заиграли совсем новыми красками. Ироничную пьесу-зарисовку на сайте BBC «Кошмар в летнюю ночь» с главным героем, мужчиной благородной наружности, который хочет как лучше, уже и экранизировать не нужно. Вся жизнь театр. Чего-то. Что будет с нами сумраком объято, и в море слов не разобрать нам суть? Потом мы подсчитаем все утраты и проживем, наверное, как-нибудь. Но нет печальнее под куполом небес, чем повесть о Британии в ЕС. В духе европейской толерантности, впрочем, стоило бы, возможно, внести небольшую корректировку. Совсем не обязательно главным трагическим героем должен быть мужчина благородной наружности, который хочет как лучше. Это может быть и женщина, например. Если же подобные сочтут неподобающим намекам на политиков, которые все еще на самом верху, то, ну, как минимум, можно оговориться, что главную роль в «Кошмаре в летнюю ночь» могут играть представители любого пола. Юрий Липатов, Анастасия Берестенко, Федор Сухарников, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова